значит самое главное с чего бы я начал изначально мы имеем дело с ценой цена постоянно или не постоянно изменяющиеся значения на изменение которого собственно трейдер и может заработать кто-то скажет что цена это просто цифра да цена это просто какое-то значение да но на самом деле лучше я думаю представлять так что цена это стоимость доли или акции или фьючерс или облигации не важно совершенно неважно но это не просто число это паритет это паритет в самый текущий момент цена может быть здесь сейчас 10 долларов за что-то через 5 секунд она может быть 12 долларов за что-то это совершенно неважно но паритет в данный момент он такой вот все минут на нужно чтобы понимаешь что цена она формируется от действий игроков неважно это люди просто сидят дома такие же как и вы в панталонах да и торгуют может быть это какой-то крупный хедж фонд набирает позицию который значит просто выставил робота который собирает акции в заданном диапазоне например покупает может быть такой вполне а может быть это какая-то группа трейдеров отрабатывать руками могут торговать или используя алгоритмы может быть запросто а может быть это какой-то пенсионный фонд импортный может быть какой-то крупный хедж фонд который может просто выставить дерево заявок которые просто будут выкупать наша задача понимать что на рынке огромное количество участников даже если участников нет вообще есть маркет мейкер задача которого выполнить максимальный объем который есть сейчас поэтому он может двигать цену в ту или иную сторону может быть незначительно но есть то есть есть огромное количество сил которые есть на рынке которые влияют на эту цену но в любом случае не может быть цена сейчас такая да если есть определенная ликвидность то цена будет там в 300 раз больше нет потому что есть силе силы давящие и снизу и сверху есть еще огромное число наблюдателей которые смотрят в сторону понижения или повышения есть те кто позиции есть те которые не в позиции и соответственно не в позиции так называемые трейдеры говорят на заборе то есть из заборе сидишь свестишь и смотришь это тоже определенная позиция это твое финансовое решение твое финансовое решение сейчас вы не торгуете вы просто наблюдаете например ищите свою какую-то точку свою точку входа мы об этом будем подробнее говорить но просто главное чтобы вы понимаете что цена это не какой-то одушевленный параметр это просто паритет борьба между людьми а зона соприкосновения это вот эта цена потом люди могут двигать цену и роботы это совершенно не важно я думаю поняли идем дальше